Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, что делать с капиталом в эти непростые времена. На самом деле, еще Маркс написал в своих начальных трудах, когда он подводил теоретические основы в своей политэкономии под революцию, под социализм, он говорит, что капитализм себя изживет. Нельзя перешагнуть из феодального общества в социалистическое, не пройдя этап капиталистического общества. Экономика спроса и предложения будет заменена плановой экономикой. Чем это обусловлено? Потому что многие из нас, как многие люди 40 лет плюс, они застали частично плановую экономику. Карл Марс и Энгельс тоже хотели как лучше. Человечество до сих пор от этого говна отмыться не может. И я здесь могу рассказать такую собственную историю. Когда я работал в «Тройке диалог», у нас с генеральным директором компании управляющей был Павел Михайлович Теплухин. У нас была стратегическая сессия для всех сотрудников. Туда приглашали на это выступление господина Ясина. И Павел Михайлович участвовал в команде Гайдара по реформированию российской экономики в 93-м году. Так называемая шоковая терапия. Кто помнит, знает высокая инфляция, рыночные цены. Пусть рынок определяет, кто что и сколько должен производить. Так вот, его собственные слова. Когда разрабатывали реформу, почему в принципе на это пошли? Потому что вопрос плановости экономики стоял таким образом. Настолько глубока была вот эта вот плановость, ну условно, нужно было запланировать, сколько подшипников нужно произвести в Советском Союзе, в принципе, всем предприятиям. Сколько кирпичей нужно произвести согласно объемам строительства, которые запланированы на следующий год. После того, как это запланировано, нужно эти планы раздать всем предприятиям на территории страны для того, чтобы они, соответственно, эти планы выполнили. Чтобы это сделать, нужно еще простроить логистические цепочки, каким образом это будет доставляться, это будет использоваться, прописать сроки поставок. И получается из-за того, что проникновение плановости было очень и очень низко на уровне, там, чуть ли не ручного управления на каждом предприятии. При госплане, тех человеческих и технических ресурсах, которые были в госплане, для того, чтобы запланировать год экономики Советского Союза, требовалось там 2-3 года планирования. Просто не хватало человеческих ресурсов, чтобы запланировать. То, к чему пришли, отдайте это рынку. Пусть рынок, пусть предприятия сами с собой договариваются, пусть они самостоятельно определяют, кому сколько можно произвести. Мало того, плановость, она не приводила к конкуренции. Потому что тебе просто спускают планы, говорят, ты должен произвести столько. Произведешь больше, ну, молодец, получишь грамоту, никаких премий ты за это не получишь. Не выполнишь план, ну, мы тебя пожурим, будет, наверное, кто-то, кто этот план перевыполнит. То есть еще и стимула как такового не было, ну, в плане зарабатывания денег. При этом, когда мы говорим о плановости, плановой модели и то, почему идет Китай, есть замечательная такая книга, называется «Кристалл роста российской экономики», в котором как раз-таки изложена суть, что в период с 1929 по 1955 год российская экономика росла, экономика Советского Союза росла по 14,5% в год, исключая военные времена. 14,5%, то есть двузначными темпами. Еще раз для понимания, сейчас российская экономика растет там, ну, до недавнего времени, мы не берем сейчас 22 год, но предыдущие два года российская экономика росла по 1,5% в год. То есть темпы роста экономики были в 10 раз больше в этот период, чем мы наблюдаем в текущий момент. Экономики российской основаны на системе управления спроса и предложения. Чем это характеризовалось? Плановостью. Когда были планы, но они были очень широкими мазками. Мы делаем первую пятилетку, у нас есть приоритеты у государства. Это ликвидация безграмотности на селе, это программа ГОЭЛ-РО, то есть электрификация, программа механизации сельского хозяйства, это начало индустриализации, то есть строительство заводов. Даже не имея технологий, в 20-30-х годах в Советском Союзе было очень много строек, где были американские инженеры, где были американские технологии, где строились заводы Форда того же самого. То есть у нас у самих технологий не было для того, чтобы создавать трактора, машины, самолеты, двигатели. Просто закупались люди, закупались технологии. Одновременно при этом создавалась своя собственная академическая школа. Что мы в этом случае тогда получали? Оно вытекало одно из другого. Механизация на селе высвобождала свободные руки. Эти свободные руки ехали в города. В городах, соответственно, появлялась рабочая сила, чтобы работать на промышленных предприятиях. Промышленные предприятия строились на основе современныхших технологий. Параллельно развивалась академическая школа, инженерная. Результатом которой стало собственное автомобилестроение, какое бы оно ни было. Там военное очень хорошо было развито. Самолетостроение, ракетостроение, ядерная промышленность. Вот все это стало результатом такого роста. И то, по какому пути идет сейчас Китай, у них тоже есть пятилетки по-прежнему. Но там нет вот такого глубокого проникновения планирования. Выставляются приоритеты. То есть что, куда и каким образом мы непосредственно идем. И когда мы говорим о смене мирового порядка, по этой схеме, то есть система управления экономикой плановая, еще по-другому она называется в книге экономика опережающего роста. Соответственно, к чему стоит готовиться? Стоит готовиться к тому, что если экономика основана на спросе и предложении, ключевой ценностью является прибыль капиталиста. То в экономике опережающего роста плановой экономики, ключевой ценностью является социальная справедливость. То есть, чтобы не было большого расслоения между богатыми и бедными. Но при этом, опять-таки, я не являюсь утопистом. То есть есть люди, которые работают более активно. Есть люди, которые работают менее активно. И, соответственно, уровень и качество жизни, да, он будет уравниваться. Но, тем не менее, мы поговорим еще в следующем видео по поводу того, каким образом и как в текущих условиях копить деньги. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, щелкайте колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых видео. Очень важно в этой истории и в этой парадигме понимать, что будет представлять на себя наибольшую ценность. Наибольшую ценность является образование и все, что связано с образованием. То есть, собственное развитие и обучение, академическая школа, инженерия, то есть и сфера вокруг образования, которая позволяет улучшать человеческий капитал. Это очень большая сфера, да, которая будет в ближайшее время, будут идти значительные финансовые потоки, как в России, так и в Китае, так и в Индии. В Китае и в Индии уже это идет, да. Россия, соответственно, она будет поставлена перед выбором оставаться в экономике спроса и предложений или переходить на новую модель. И как я вижу это сейчас, разворот произошел. То есть, на уровне политическом отказ от экономики спроса и предложений происходит. И понятно, что мы будем жить в какой-то трансформационный период порядка 50 лет. Что? Опять? И в этой сфере нужно быть готовым к тому, что это будет слом парадигм. Это будет значительное падение доходов, и к этому нужно быть готовым. Поэтому я, наверное, в текущий момент, в завтрашний день смотрю с неким таким пессимизмом. Но если смотреть в послезавтрашний день, я вижу, что в России очень много преимуществ. У нас очень обучаемые люди, у нас есть собственная школа, по-прежнему есть. У нас есть значительное количество природных ресурсов. И здесь вопрос вот этого справедливости, перераспределения, которое нужно будет видеть и наблюдать. Возможно, даже национализация каких-то определенных вещей. Это значит, придут на квартиру отбирать? Ну, такая всеобщая, а потом будут приватизировать ходить? Как это произойдет, спрогнозировать достаточно сложно. Но речи, допустим, о приватизации квартир в Китае не стоит. Там активно развивается жилищное строительство. Там очень много недвижимости построено. Люди покупают эту недвижимость, и они являются собственниками недвижимости. Но при этом земля принадлежит государству. А государство выбирает приоритетные направления деятельности. Государство говорит, что, ребята, нам нужно увеличить производство мебели. Хотите, вот вам деньги под полтора процента, стройте заводы на границе с Хабаровским краем, закупайте лес в России, а мебельное производство организуйте здесь. Длинные кредиты, дешевые кредиты, они вообще могут быть беспроцентные. Если ты увеличиваешь количество рабочих мест и расширяешься, тебе вообще могут простить проценты за обслуживание. Работай и развивайся непосредственно. Вот первый пример такой плановой экономики, когда есть приоритеты в государстве. Второе, когда есть приоритеты в государстве, я там в том же самом Китае был в 2019 году, развитие инфраструктуры. Построены такие дороги, то есть там нет такого количества автомобилей, которые по этим дорогам ездят, чтобы они удовлетворяли таким критериям. То есть практически каждая дорога, она идет с разделительной полосой, две полосы для движения. При этом машин практически нет. Государство все равно финансирует инфраструктуру, все равно вкладывает деньги, которые никогда не окупятся. То есть если придет капиталист и сделает замеры условно между какой-то определенной трассой и поймет, что у него там его строительство дороги не окупится даже за 50 лет, он не будет строить. Потому что для него важно получать прибыль. И он будет направлять свои деньги, свой капитал там, где он это как можно быстрее окупит. Но при этом там сетью хороших автомобильных дорог все населенные пункты совмещены. Потому что критерий не прибыль, а критерий комфортное быстрое перемещение товаров и людей между определенными территориями. Аэропорты на уровне районных центров имеют международный уровень, да, с хорошими хабами, с хорошей инфраструктурой. Ну вплоть до того, что, ну представьте себе, из районного центра, я не знаю, из Бугучара. У тебя в Бугучаре есть аэропорт, и ты можешь, в принципе, из этого Бугучара добраться там до Мальдив, можешь добраться до Парижа. Да, это будет все равно с пересадкой через Москву, то есть это все равно будет с пересадкой в Шанхай, в Гуанчжоу, в Пекине. То есть все равно в конечном счете ты прилетишь на какой-то хаб. Но это очень большие самолеты, это хорошие взлетно-посадочные полосы и, соответственно, очень высокая мобильность перемещения. Высокоскоростные железные дороги, которые никогда не окупятся, но при этом поезд идет по этой дороге со скоростью 350 км в час. То есть человек может, опять-таки, жить в Воронеже и работать в Москве. При этом, если строить скоростную дорогу из Моронежа в Москву, капиталист в России в экономике спроса и предложения никогда не будет строить эту дорогу. Это вопрос приоритетов, которые будут поставлены. Нужно понимать, что нужно выстраивать приоритеты, такие комплексные, да, как некий такой хаб, когда ты занимаешься, там, план Гуэл-Ро, да. Ты понимаешь, что ты сразу одновременно, из-за того, что у тебя идет электрификация страны, одно это решение, оно влияет на много сопутствующих. Это и производство металла, да, выплавка может быть за счет электроэнергии. Это электролиз, ты можешь алюминий тот же самый добывать. Это механизация, это, соответственно, комплексы, которые могут круглосуточно работать. Это теплицы, которые могут выращивать круглосуточно, потому что там свет постоянно светит. То есть ты делаешь один какой-то шаг, который мультиплицированный эффект приводит, да, к росту производительности труда. И поэтому люди будут жить богаче, но они будут жить богаче не потому, что у нас на селе станут Москва-Сити строить и создавать на селе рабочие места, а могут улучшить инфраструктуру, что еще раз, человек может жить в Воронеже, условно, а ездить на работу в Москву, получать московскую зарплату, живя в Воронеже. Как от этого изменится сам Воронеж и налоги будет платить в Воронеже? Как от этого изменится Воронеж? Недвижимость может вырасти в цене, могут открываться производства на территории Воронежа, земля там дешевле. Если еще и коммуникации к земле будут переводиться, если земля будет находиться в собственности государства, то есть человеку, который хочет организовать предприятие производства на территории Воронежской области, ему не нужно будет самому вкладываться в землю, ему не нужно будет вкладываться в саму инфраструктуру, на себя эти расходы будет брать государство. Он будет, соответственно, работать, ему дадут какие-то льготы определенные в плане развития производства, и он сможет набирать рабочие места, и будет вот эта вот социальная справедливость, что называется. То есть мы будем богаче не от того, что... Не обязательно будет в Москву ехать все. Да, не обязательно в Москву нужно будет ехать. То есть будет перераспределение, а перераспределение дает инфраструктура. При этом, если посмотреть, что сейчас делается в принципе в России, в России последние 10 лет, опять-таки, приоритеты на уровне инфраструктуры и ставятся. Дороги, дороги на восток, автомобильные дороги, расширение пропускной способности, железных дорог. То есть, в принципе, по этому пути идут. Дороги на запад, то есть строительство туда, в направлении Санкт-Петербурга, создание каких-то комплексов. Идея Сергея Кожугетовича, Шойгу, о том, что в районе Алтая, вот эта вот Тува, то есть кластеры, промышленные кластеры Трамп создавать, строительство порядка 300 городов, чтобы между ними могли быть сообщения и развитие территории страны. В принципе, мы видим, что уже по этому пути предложения вносятся, да, и это не произойдет быстро. Надо только подождать. Но, скорее всего, у нас другого варианта, как двигаться, наверное, не остается. У нас выбора нет. И вот это вот будет ставиться приоритетом. То есть те возможности, которые открываются. И самая главная возможность, которая открывается в этот момент, это будут снова включены социальные лифты. То есть то, чего не было в России, наверное, последние 10-15 лет, это социальный лифт, это возможность вырасти по карьерной лестнице, по политической лестнице, во власти где-то вырасти, да, потому что они были очень немобильные, да, то есть там сменяемости не было, потому что запроса не было. И оценки эффективности труда. И поэтому это очень важный фактор, опять, кто будет расти по вот этим социальным лифтам, кто значительно будет расти. Люди, которые эффективно коммуницируют, люди, которые могут создавать результат, люди, которые обладают эффективностью своей. А это все опять через образование, через человеческий капитал, на что лично я сейчас и делаю основную ставку. Офигенно, давайте на этой позитивной ноте завершим. На этом я, наверное, сегодня хотел бы закончить. Кто-то меня там посчитает по итогам данного видео каким-то чрезмерным оптимистом. Нужно понимать, что Европа и Америка, она столкнется с тем, с чем мы столкнулись в 90-х годах. Когда старый порядок перестанет работать, а новое, как по-новому жить, никто не поймет. И представьте себе, как даже капиталистам в странах Западной Европы или Америки смогут ли они, в принципе, жить в плановой экономике. И поэтому это ломка, это жесточайшая ломка. При этом периферийные страны Азии и Латинской Америки, они все равно привязаны к этой экономике. У них тоже не было таких периодов нестабильности. А Россия это есть, у нас есть эта определенная эластичность, у нас есть возможность подстраиваться. Поэтому для себя я сделал выбор, что я остаюсь здесь. И здесь, тогда, если мы здесь остаемся, и мы понимаем, что происходит смена нового мирового порядка, и по какому пути, в принципе, это уже все описано в теории, мы идем. Можно просто адаптироваться прямо сейчас. Это эффект базы, это новые возможности, которые есть, которые будут появляться. И очень круто, что вы остаетесь у нас на канале, получаете эту информацию, потому что вы сейчас, прямо сейчас уже можете столкнуться над тем, а где вы будете в этом новом мировом порядке, и что вы будете делать. Подумайте об этом. На этом я, наверное, хочу с вас оставить, со своими мыслями. Обязательно пишите в комментарии. Для меня, я думаю, это будет очень ценно и полезно. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи. Пока-пока.